Производство, наука и практика. За опытом и новыми знаниями студенты ветеринарной академии едут в сельхозпредприятие Мазалова ГАЗ. Здесь 11 филиалов кафедр вуза и целый научно-практический центр. Учиться прямо на ферме. Репортаж Олега Шапеля. Михалыч, подключайте. Срочно к этой колонне нужно подойти. Противно-серк. Обычное утро на сельхозпредприятии в Витебском районе. У доски главный ветврач. Тема урока – новые возможности в диагностике заболеваний животных. Слушатели – студенты Академии ветеринарной медицины. Лекции здесь читают прямо на ферме. Она же еще и учебно-практический центр. Вот сюда, да-да-да. Здесь бронхиальное дыхание. Послушаем. Сегодня по расписанию и посещение профилактория – помещение для самых маленьких телят в возрасте до двух месяцев. И в феврале на этом комплексе стало на 90 голов больше. Задача студентов – каждое животное смотреть и убедиться, что здоровью ничего не угрожает. Мы выезжаем, пока не происследуем всех животных, содержащихся в данном случае в профилактории. И чтобы все студенты поголовно смогли выехать и провести эти исследования. Весной практики много. За несколько месяцев в хозяйстве появилось почти 300 телят. И каждого надо обследовать. Измерить температуру, послушать работу легких и сердца. При необходимости взять кровь на анализы и на месте сделать экспресс-тест. Работа непростая, но и ветеринары сейчас востребованы на рынке. Предприятиям не хватает более 200 специалистов. Довольно интересный и важный опыт. Нарабатывается практика, нарабатываются основы, дабы потом было легче работать. Этот опыт интересен исследованием животных. Тем, что мы можем помочь братьям нашим меньшим. А это довольно благородное занятие и цель. Синтез науки и практики. Ученые помогают с внедрением новых технологий, а персонал передают умения и знания студентам. В Серхоспредприятии свои филиалы открыли 11 кафедр Академии ветеринарной медицины. Наши ученые Академии совместно с данным предприятием разрабатывают методы лечения, профилактики заболеваний, а также разрабатывают схемы кормления животных, разрабатывают рационы, а также занимаются воспроизводством стада, что немаловажно по обеспечению дальнейшему и улучшению генетического потенциала нашей белорусской селекции. Сотрудники фермы могут ответить на все вопросы, поток которых не прекращается. Студенты, некоторые из них, впервые видят корову вживую, заступают на дежурство, проводятся специалистами весь рабочий день. Им как-то это страшно. Но постепенно, они когда к нам приезжают, постепенно проходят практические навыки, полностью становятся на пятый курс, приходят на преддиплом, но они уже полноценно готовы к работе. Залог успешной работы не только хорошие специалисты, нужны передовые технологии. На ферме установлены роботы, а трактористы, загружая корм, управляются еще и с планшетом, удаленно контролируя содержание будущего суточного рациона. Потому с коровы и получают по 30 литров молока. И только сорта «Экстра». Условия усовершенствовали настолько, что здесь проходят повышение квалификации уже действующие специалисты со всей области. Опыт достаточно успешный для обучения. Но осталось только подумать нам, концовочку, как все-таки закрепляемость сделать кадров на селе. Все в комплексе должно быть. Не только зарплата высокая. Поэтому вот с этого начинаем. Таких вот точек уже по области несколько. И мы, я думаю, постараемся это экстраполировать на всю область. 10 лет назад «Мазлова ГАЗ» стали одним из первых, кто начал работать с учеными. А к этому времени Академия ветеринарной медицины открыла по всей стране в сельхозпредприятиях уже более 60 филиалов своих кафедр. А в этом году добавятся еще две. Олег Шапель, Олег Горинов. Наши новости.